Ваш вопрос, да? Нормально, да, нормально. Нормально. Сейчас объясню, сейчас объясню. И, собственно, Australianfont pour un Copioク here, это advice, что когда культура развита, тогда женщина движется в женскую сторону, мужчина — в мужскую. Когда культура не развита, правильно культура людей, я имею в виду правильную культуру, духовную культуру, когда духовности у людей не хватает, то женщина движется в сторону не аскез и своего развития, а в сторону наслаждения, И у ней больше становится мужских черт характера. А мужчина, когда движется не в сторону развития, а в сторону наслаждения, у него становится больше женских черт характера. Потому что мужчина наслаждается женской природой, женщина наслаждается мужской природой. Если женщина движется в сторону мужской природы, она становится как мужчина. Мужчина движется в сторону женской природы, становится как женщина. Мужчина становится сильным в результате мужских черт характера. Женщина становится сильной, когда развивает женские черты характера, но это аскеза. Когда в культуре не развита аскеза, тогда идет смешение, вот это вот, понимаете, изменение. Когда это изменение приобретает огромные силы, форму, тогда у человека может произойти половая переориентация вообще. И так как в современной культуре духовность очень низкая, поэтому для таких людей нужны специальные законы уже, для того, чтобы они тоже нормально жили. Понимаете? Вот так все происходит, вот так все происходит. Но если человек духовной практикой серьезно занимается, мужчина становится сильным мужчином, женщина становится сильной женщиной. Но как бы человек ни жил сейчас, он может все поменять постепенно, если он начинает идти в правильном направлении. Не нужно себя в чем-то винить, это не способ жить. Нужно просто взять себя такой, какой есть, и начать развиваться. А куда пойдешь развиваться, посмотришь. Есть такой мультик, называется «Гадкий утенок». Просто взяли, ну, птенец лебедя попал к уткам. И он рос не так, как все, и над ним все смеялись, эти утки постоянно. И он был не как все. Но потом он постепенно вырос и увидел лебедей. И попал к лебедям уже. Понимаете, просто развивайтесь. Но вы не то услышали. Я не говорю, что женщине надо спать по утрам. Я говорю о том, что ей тяжелее вставать. Это разная вещь. Каждый слышит свое на лекции. Потому что женщина, когда чем-то занимается, она как учитель. Женщина – это учитель человечества. Женщины легче сватывают любой материал. Они начинают все делать сами. И вдохновляют мужчин. Если женщина вдохновила своего мужа рано вставать, ей она расслабляется, а сама уже рано не встает. Муж встает рано, она уже нормально. Ей хорошо, она может уже поспать. Муж встает, и хорошо. Женщина – двигатель, понимаете. Женщина – вдохновляющая сила. Она все делает сначала для того, чтобы передать другим. Она передает мужу и детям вот эту энергию знания. Женщина очень сильно впитывает знания. Она как губка впитывает знания и вдохновляет сознанием. А потом она вдохновляет мужчин. Мужчины – это не как губка. Если женщина впитывает как губка знания, то мужчина – это аккумулятор пролонгированного заряда. То есть ему надо заряжаться долго, чтобы что-то понять. Женщина раз и зарядилась сразу, все. Быстро заряжается, как Эппл. А мужчина – она медленно заряжается, ему надо долго заряжаться. Природа разная. Но женщина, когда чем-то зарядилась, она все это начинает делать. Неважно, мужская это деятельность или женская. Это нужно для того, чтобы женщина потом передавала все это своим близким через любовь. Так как любовь – это самая большая сила, передающая знания. И женщина является самым большим инструментом в руках любви, потому что женщина соткана из энергии любви. Поэтому женщина легче передает знания своим близким. И так устроено в этом мире, что женщина легче всасывает знания, получает и легче его передает. И чтобы ей передать, ей надо это все освоить. Поэтому она рано встает, ей нравится какое-то время это делать. Но долго она это делать не будет сама. Она передала все и успокоилась. Это нормально. Это нормально.